Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем рассматривать соборные послания Иакова, и сегодня у нас заключительная, пятая глава. Вот в этой главе мы встречаем очень такие образные, красочные выражения и даже обличения апостола Иакова, которые и к социальному неравенству относятся, и к различным несправедливостям нашей жизни. Итак, послушаем. Вот что говорит Иаков. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Конечно, Иаков говорит очень так образно, ведь богатство и одежды у богатых не при их жизни-то земной сгнили, а речь идет о таком духовном гниении. Вот если у святых людей даже самые бедные ризы могут стать целительными, вот когда святой подвижник какой-то окончил свой земной путь, то не только мощи его бывают чудотворными, но и сохранившиеся какие-то его предметы. Допустим, в лавре преподобного Сергия хранится сандалий. Это такая кожаная обувь преподобного Сергия, которую он носил, еще некоторые предметы, крест, мощевик, который у него был. И мы знаем, что прикосновение к одеждам святых, оно тоже совершало чудеса, исцеляло людей. То у тех, кто посвящен греху, это все обречено на такое духовное гниение. «Золото ваше серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь». То есть, когда человек занят таким греховным накопительством, то с душой его происходят страшные изменения. Он в каком-то смысле обожествляет самого себя, потому что для него святынями становятся деньги, а эти деньги, как святыни, он приносит в дар своему «я». То есть, он же как бы и божество для себя, и он же как бы такой жрец, который вот эти дары, дары золота, драгоценностей приносит в жертву самому себе. И все это обречено на уничтожение. Вот есть такое сказание про Александра Македонского, что он повелел похоронить его с открытыми ладонями, дабы показать, что он ничего не унес с собой за гроб. Обычно-то даже курганы выстраивали, туда все отправляли, всякие богатства, оружие, даже коня, где-то и жену отправляли вместе с умершим военачальником. А тут Александр Македонский просит похоронить его с открытыми ладонями, дабы показать, что он ничего с собой не уносит из этого мира. То есть, и он даже это понимал, что мы не можем взять это за гроб, и поэтому посвящать себя вот этим странным и тленным вещам очень и очень неправильно. Вы собрали себе сокровища на последние дни. То есть, дни-то очень быстро исчезают, и к чему тебе эти сокровища? И вот тут Яков, он обличает уже конкретные такие преступления, которые на самом деле и в наши дни очень часто совершаются. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Мне вспоминается, как некоторые знакомые выходцы, ну скажем, из Молдавии или из Средней Азии, которые приезжают сюда работать, и бывает, они где-то устраиваются на объект, а потом вдруг раз их оставляют без платы. То есть, за них некому заступиться, потому что здесь они без особых каких-то гражданских прав, они выходцы из других стран. Ну, раньше-то это были советские республики, а еще раньше это в пределах Российской империи, а теперь вроде как разные страны. И вот такое разделение влечет и социальную несправедливость, но несут за эту ответственность как раз вот эти вот богатые люди, которые удерживают плату у работников. И, как говорит Иаков, это вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Вот такой яркий образ, когда человек старается себя всячески откармливать, холит, нежит себя, ну, как вот где-нибудь там откармливает поросенка для того, чтобы потом его заколоть в нужный день. И для чего вот вся эта роскошь была нужна, непонятно. Иаков тут же говорит, «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». И на самом деле вот здесь слово «праведник», оно должно быть написано, и оно, в общем-то, написано с большой буквы. Под этим праведником поднимается единый вот наш праведник, единственный истинный праведник без единого греха. Это Господь Иисус Христос, который претерпел страдания и не противился тем, кто его убивал. А что получается? Вот Иаков пишет вообще к этим богатым людям, которые вообще-то должны быть христианами, да, и говорит, что «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». А речь идет о том, что всякий наш грех – это уже грех против Христа, и когда мы грешим, то мы как бы вторично распинаем Христа. Вот как это мы знаем из истории про икону Божьей Матери, нечаянная радость, когда один молодой человек перед всяким своим таким греховным делом ходил, молился и однажды увидел, что на иконе Божьей Матери у младенца течет кровь из рук и ног. Он очень испугался, говорит, кто же это сделал? А Божья Матерь говорит, ты и прочие грешники. После этого он, конечно, исправил свою жизнь, покаялся. Вот эта икона хранится у нас в нашей традиции православной как под названием «Нечаянная радость». Но речь идет о том, что всякая наша неправда, несправедливость – это тоже как такой вот гвоздь, который входит в руки или в ноги спасителя. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Мы становимся в ряду вот таких богоубийц. «Итак, братья», – продолжает Иаков, – он уже обращается как бы ко всем. Вот тот блок закончен, и теперь он говорит новое. «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Ведь уже тогда было обетовано, что Спаситель придет. Но для того, чтобы дождаться Господа, нужно долготерпение. А долготерпение что? Это терпение до конца. То есть, какие бы ни были посланы тебе скорби, их нужно полностью принимать, и надо понять так, что это не на один год, не на два, не на три. А вот сколько не будет отпущено, терпение должно быть долгим. В качестве примера Иаков приводит из повседневной тоже жизни такой образ. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». То есть, земледелец, они возделывали землю, долго ожидали в надежде, что плод придет. Вот, и здесь говорится о дожде. Но надо понимать, что в израильской земле там летом дождя вообще нет, в принципе, ни капли дождя. И ранний дождь – это осенний дождь, а поздний дождь – это весенний дождь. То есть, начиная вот с поздней осени, где-то до начала весны, идут дожди зимой, в зимнюю такую пору в основном. И вот тогда и как раз сажали все плоды, и земледельцы ожидали, зачастую что-то могло высохнуть и не взойти. Но земледелец все равно, он знает свое дело, он сеет, он ожидает, он возделывает землю. И христианин, он тоже подобен такому земледельцу, который выпалывает сорняки, допустим. Выпалывать сорняки – это что? Это значит искоренять в себе всякую греховную мысль, которая появляется, пытается прорастать. Если вовремя не вырвешь, то она такие корни пустит, что потом задавит все доброе. И еще Яков произносит следующее. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Вот эта мысль о втором пришествии, она живет на самом деле, начиная уже с евангельских времен. И здесь вот немножко, конечно, у нас поменялось восприятие. Обычно теперь люди ждут все, когда придет Антихрист, когда он там наведет свои страхи, будет ставить три шестерки. А для христианина с древних времен главным было другое, что мы не оставлены Господом. Вот Спаситель вознесся на небеса, но Он непременно придет, чтобы забрать нас с собою, туда, куда Он вознесся. То есть у нас есть радость воскресения Господа, и у нас есть радостное обетование, что Спаситель придет опять, но придет уже во славе. А как же, спросит кто-нибудь, ведь Он же до сих пор не пришел, вот уже почти две тысячи лет, как Он вознесся. А это ведь то же самое, как, допустим, вот живет человек. Вообще жизнь человеческая, она проходит очень быстро. И уже в 60 лет, когда человеку, то о нем могут сказать, что это старый человек. Но Господь может ему отпустить на жизнь еще 40 лет, и он проживет до 100 лет. И все это время про него будут говорить, что это вот его последние дни, которые он живет. Но он живет еще целых 40 лет. То есть жизнь и человека, и вся история человечества, все это в руках Божьих. Поэтому, когда говорится «последние дни», то да, надо понимать, что и в первом веке это были последние дни. Но Господь может все это продлевать так же, как Господь может очень долго продлевать жизнь пожилого человека. И Иаков завещает в этом смысле «не сетуете, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». То есть на самом деле судья очень близко у дверей, и мы, собственно, переходим к судье тогда, когда расстаемся со своим земным вот этим бытием. А слова «не сетуете» на самом деле по-гречески там даже сказано так, более жестко «не стоните». Вот когда бывает так, что человек все стонет и стонет, ему то не так, это не так, все время у него недовольства какие-то, все время он чем-то возмущается. Вот «не сетуете», «не стоните, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». И он приводит дальше некоторое основание Иаков. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем». И действительно, пророки, они претерпели просто какие-то жуткие гонения. Собственно говоря, почти все пророки были гонимыми, которые жили до пришествия Христа. Кого-то побили камнем, кого-то перепилили пилой, кого-то изгоняли, кого-то бросали в ров ко львам. Ну, правда ли вы его не тронули, речь про пророка Даниила. Но все равно всех пророков гнали, а не терпели голод, жажду, зной. И христианин должен это понимать, что те, которые еще даже ожидали Христа, которые не приняли еще, не встретили самого Господа, они уже терпели. А нам-то Спаситель дает благодать, благодать Нового Завета. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. И в греческом подлиннике там буквально сказано «ублажаем тех, которые выстояли». То есть, собственно говоря, что такое подлинное терпение? Терпение – это не когда-то потерпел немножко, а потом вспыхнул и все бросил, или сложил руки. А терпение – это стойкость. Мы ублажаем тех, которые выстояли. Вы слышали о терпении Иова, опять-таки можно перевести, вы слышали о стойкости Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Ну, мы знаем вот этот исключительный пример жизни Иова, который вел праведную, чистую, целомудренную жизнь, непорочную даже жизнь. И ему не просто посланы какие-то страдания, а исключительные беды и несправедливости. Вот так. То есть, ему посылаются, прежде всего, он лишается всего имущества, всего своего скота, а потом он лишается детей, дети у него отнимаются, потому что ураган разрушил дом, где они сидели. После этого здоровья он лишается, и жена от него тоже уходит, попрекает его. И друзья приходят и говорят ему, что вот все эти беды пришли к тебе за твои грехи. А смысл-то был совершенно иной. Иов страдал не за грехи, а Иов страдал именно в каком-то смысле даже предвозвещая страдания Христова, невинные страдания Христа. И он страдал, скажем так, не за грехи, а как некое такое бескорыстное служение Господу. То есть, несение вот этих страданий в несправедливом мире ради Бога. И поэтому, в конце концов, Господь, являясь, оправдывает именно Иова. То есть, сколько бы ни приходилось терпеть, все-таки это терпение увенчивается, увенчивается Божьим воздаянием, благим воздаянием. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвую. Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Вот тут уже Иаков переходит к таким простым наставлениям конкретным. Он говорит, что нет смысла бросаться клятвами. Почему вообще люди клянутся? Ну, потому что слово утратило свой вес, свое значение. И когда люди уже настолько много врут друг другу, то начинают искать какие-то дополнительные способы. Говорят, ну вот ты поклянись, поклянись чем-нибудь, что как бы если нарушишь клятву, то потом на тебя какие-то беды будут сыпаться. Но на самом деле, если слово человеческое уже пронизано ложью, то и клятва от лжи не спасет. Поэтому нет смысла клясться. И Священное Писание, вот Иаков, они к чему призывают? К тому, чтобы прежде всего вот ты внутри стань честным. Ты веди честную жизнь. И честному человеку нет нужды в клятве. Зачем клясться, когда ты и так вот говоришь все как есть? Поэтому да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. И вот еще такие интересные тоже наставления, очень краткие. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Злостраждет, то есть терпит какие-то очень злые жизненные обстоятельства. Беды, болезни. Вот плохо тебе, тут же молись. Тут же обращайся ко Господу. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Ну вот у нас немножко так грубо сказано, весел ли кто. А в греческом там все-таки более точно. Благодушествует ли кто, пусть вот воспевает псалмы. То есть если тебе совсем тяжко, то ты вот молись. Или молитву Иисусу о Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Любую другую молитву. А когда ты не злостраждешь, а когда благодушествуй, то душа твоя, вот она наполняется таким вдохновением. И пусть она поет. Пусть она тоже воспевает Бога. И ведь песня – это нечто такое торжественное. А многие псалмы торжественные, например, псалом «Благословлю Господа на всякое время». «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он садил грехи, простятся ему». Вот, собственно говоря, так описано таинство соборования. То есть, «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Вообще, пресвитеры буквально старейшие, так можно было назвать каких-то старейших людей. Но это не просто старейшины, это именно пресвитеры церкви, то есть священнослужители. Если христианин болеет, призываются именно священнослужители, и пусть помолятся над ним. Не один помолится, а речь идет о соборе священников, помоль отца над ним. Поэтому мы говорим «соборование». И, ну, сейчас, конечно, не всегда на дому можно пригласить несколько священников, хотя бы один, и это тоже будет такое полноценное таинство. И тут сказано «пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Уже в Ветхом Завете елей был символом благодати Божией, помазывали так царей, пророков которых избирали на служение особое. И вот Спаситель, кстати, когда посылал учеников своих по двое на проповедь, то там сказано «и мазали маслом многих недужных и исцеляли». Уже ученики Христовы помазывали, еще даже до сошествия Святого Духа на них, до Дня Пятидесятницы, помазывали елеем с молитвой. А вот у Иакова мы читаем уже такое точное описание соборования. То есть не просто елеем, а елеем во имя Господне, во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. То есть главное, чтобы была вера, чтобы мы молились, всецело веряя свою жизнь в руки Божьей. Вот такая молитва исцелит болящего. Духовник мой отец Илья рассказывал, как еще в советское время в Сергиевом Посаде одна девушка жила, Лидия. И она как-то вот вечером возвращалась, не увидела, как там канаву вырыли. Упала, ударилась грудью. Ну, поначалу к врачам не обращалась, там у нее ушиб, затвердение образовалось. И, в общем, началась раковая опухоль, и потом врачи уже ничего не могут в Москве сделать. В итоге они выписали ее как безнадежное. Ну, что делать? Решили ее вот пособоровать. А вообще-то соборовать в советские времена запрещалось на самом деле. Нужно было уведомлять, если ты хотел кого-то... Ну, в монастыре речь идет про Лавру, Свято-Троицкую, Сергию. Тут разрешались только некоторые службы, надо было все согласовывать. И тогда решили после братского молебна пособоровать ее. Повторим, что она была уже безнадежной, еле ходила. Вот в Михеевской церкви. Это храм в честь явления Божьей Матери, преподобному Сергию. Присутствовал еще ученик преподобный Михей, поэтому этот храм называется Михеевской церковью в Лавре. Там после братского молебна, примерно где-то в шесть утра, отец Илья соборовал ее, но еще присутствовала ее мама, этой девушки Лидия, еще сестра ее. И затем он рекомендовал три раза подряд причаститься к святых тайн. И вот мама приходила к нему, после первого-второго раза причащения сказала, что ну вот, все никак, ничего не происходит. А после третьего вот она прибежала, говорит, что Лидия исцелилась и действительно у нее полностью прошла ее болезнь. Все, что там было, рассосалось. Неведомым нам образом эта благодать Божия так подействовала. И после этого она вышла замуж достаточно быстро за семинариста. Он стал потом священником. И вот дети у нее уже, они тоже священнослужители. То есть вот так Господь через таинство собора исцеляет. Молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Вот это еще одно важное такое действие таинства соборования. То есть не просто исцеление плоти. Иногда Господь как по какому-то своему промыслу может и не исцелить полностью от болезни. А вот сказано, если он соделал грехи, простятся ему. Вот есть некая взаимосвязь. Конечно, не всегда. Вот мы говорили про Иова. Он страдал не потому, что он грешил. А это было особое испытание Божие. Его особое служение Богу. А вот бывает так взаимосвязь. Что грехи становятся таким началом, что ли, некоторых болезней. Потому что грехи — это сбой внутри человека. И когда нарушается вот эта внутренняя гармония, то и тело страждет. Не только тело, и психика страждет. И вот на Таиссе Соборовне, как, в общем-то, считается, как, допустим, преподобный Амбросий Оптинский говорил, что на Соборовне прощаются грехи, забытые или совершенные по неведению. То есть такие грехи, которые мы не можем. Мы хотели бы их вспомнить, но у нас не удается их назвать на исповеди, потому что они вот ускользают от нашего внимания. Но если все равно мы каемся, да, и вот Соборовне совершаем, то согласно Иакову, если он садил грехи, простятся ему. Ну и последние такие наставления Иакова в пятой главе. «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». То есть вот что важно – молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Надо, конечно, праведную жизнь вести. Что если ты хочешь, чтобы Господь услышал твою молитву, то сам ты вообще слушаешься ли Бога, слушаешься ли заповеди Божии, исполняешь ли волю Его. И сказано «Признавайтесь друг при другом в проступках». Тут речь не о таинстве исповеди, а о том, что и друг перед другом мы действительно должны тоже признаваться в каких-то проступках, когда осознаем свои какие-то ошибки, свои обиды, которые причинили ближним. И в этом мы тоже должны признаваться. И еще что пишет Иаков, вот он говорит про то, что даже если мы несовершенны, мы несовершенны, то все равно мы должны молиться, и Господь нас услышал. Он пишет так. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Конечно, на то был особый Божий промысел, чтобы земля претерпевала такую засуху, потому что царь Ахав нечестивый, надо было его как-то обличить. Но сказано, что Илья был человек, подобный нам. Но действительно, Илья не был таким вот всесовершенным. Когда Иезавель решила его убить, то он, испугавшись, скрывался, он бежал. Да, но все-таки его молитву Господь слышал. Поэтому даже если мы испытываем какие-то страхи, если мы несовершенны, но молимся, то Господь и такую молитву примет. А заканчивает свое послание соборное Иаков совершенно удивительными словами. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот видно, что Иаков пишет это от такого вот искреннего сердца, как вот он что хочет еще сказать самое главное, что вот если кто-то уклонится от истины, и кто-то его обратит, то он и свою душу через это спасет, обращая грешника от ложного пути. Если ты кого-то от ложного пути обращаешь, ты и свою душу спасешь. Но насколько же это на самом деле трудно? Вот намного легче соблазнить. Посмотрите, как легко люди учат друг друга курить, пить, как быстро становятся там какими-то собутыльниками или как быстро впадают в разврат какой-нибудь. Вот соблазнить очень легко. А попробуйте хотя бы одного алкоголика отучить от винопития или помочь кому-то вести целомудренный образ жизни. И вы видите, насколько это трудно. Легко соблазнить, тяжело вернуть человека на путь благочестия. Но если это удастся, то мы через это и свою собственную душу спасаем. Поэтому надо думать не только о себе, а и о ближних. И спасая ближнего, на самом деле мы спасаем самих себя. На этом мы завершаем рассмотрение соборного послания апостола Иакова и даруй нам всем Господь. И свои души охранять от греха, всячески сторониться соблазнов. Ну и стараться, конечно, с любовью, с такой сердечно-искренней любовью спасать души наших ближних. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok